В глубину джунглей, но уже видна вершина Последние метры даются тяжеловато Вы когда-нибудь заглядывали в жерло вулкана? Вот сюда, дорогой Вот сюда Надеюсь, все на месте, колеса целы Интересно Сегодня наша задача зайти на один из самых активных вулканов в мире Это Нейрагонго Сейчас мы в Демократической Республике Конго И говорят, что достаточно опасно Ну что, ребята, прошли границу Въехали в Конго Подъехали к месту, где начнется старт Это станция Рейнджеров Вон туда вот В глубину джунглей Мы сейчас пойдем через час Приехали с запасом Потому что граница с Конго может занимать неопределенное количество времени Но нам повезло Мы прошли достаточно быстро все И вообще на самом деле Граница оказалась достаточно простая и цивильная То есть заняло это у нас все примерно полтора часа Выезд из Руанды и въезд в Конго Мы были первыми Приезжают группы Все разбирают портеров Все собираются Люди с оружием Это наши сопровождающие, рейнджеры Потому что здесь идут боевые действия И здесь повстанцы С которыми, по идее, здесь нет Но вообще, по идее, они так могут быть Вот эти люди только что спустились Довольные и веселые А мы сейчас пойдем наверх Недовольные и невеселые Все, начался восхождение После короткого брифа Сейчас будем 8 километров прийти вперед Подъем высоты 1,5 километра Длина маршрута 8 километров Первая остановка Всего будет 4 остановки Вот одна из дней Все, окончилась стоянка Ну, ребята, несет поклажу Стоит 25 долларов на 2 дня Дорога начала меняться Появились каменистые участки Но уже видна вершина Немножко сложнее Стоит по камням По лаве Вот, отсюда уже видно конду Ну что, продолжаем идти в горы Дорога становится все круче и круче Идем уже часа 4 С перерывами периодически Сделали то, что привал на небольшой перекус Обедик так называемый И еще часа 2-3, наверное, подниматься Вот такая вот дорога Дорога начались настоящие джунги Только что прошел дождь Все намокло Мы идем в дождяках Наш последний привал перед штурмом вершины Такой домик, в котором будут жить местные Вот здесь открывается уже вид Посмотрите, видите Там Руанда Вот такая граница И уже Конго начинается Вот уже самая вершина Вон наши домики стоят Уже достаточно близко Последние метры Даются тяжеловато Высота, конечно, не очень большая 3 500 Но С непривычки Это мой первый опыт восхождения в горы Не сказать, что очень тяжело Но своя специфика есть, конечно Погода испортилась Ну как испортилась Дождя нет Дождь прошел Сильный ветер только Около, наверное, плюс 5 где-то Хладно, руки мерзнутся Хотя внизу плюс 35 Это Конго Экватор Представляете, на самом экваторе Так холодно Вон уже домики совсем рядышком Ну вот уже, видите, совсем рядом Сейчас, надеюсь, минут за 20 дойду Ну и одышка небольшая появилась Ну что Последние 50 метров И я в домике Как Ниф-ниф Вот такие домики Вот туалет Вот Конго А мы идем смотреть лаву Пока еще не слишком темно О, тропа нормальная пошла Вы когда-нибудь заглядывали в жерло вулкана И видели там лаву? Вот и я нет Сейчас вместе с вами посмотрим Проходим мимо домиков Так Есть ступеньки Ступеньки, ступеньки, ступеньки Ступеньки Последние 30 метров самые сложные Как всегда Но мы пройдем их сейчас с вами Как я запыхался Ну что 10 метров Как это? Это невероятно Великолепно 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 Может, последние 100 метров Было тяжело Да, но они все хорошо Но это на самом деле круто Вот наш домик Вот наш дом родной Вот наш ужин Татьяна, что вы приготовили сегодня нам? Расскажите Паста по-средиземноморски Паста по-средиземноморски Да Понятно С коньячком Мартель очень хорошо идет Отлично Оливки опять же Средиземноморские 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 Кукуруза Кукуруза Бесная Гонголевская Да И сардин еще не открыли Да Вот такой домик Три на три Вот так вот Здесь два матраса И вчетвером здесь, конечно же, лучше, чем вдвоем Два матраса Сейчас у нас есть спальники В постели Если один индейец замерзает То четыре индейца не замерзают Да Правильно Сейчас будем греться И пойти И спать Погода не самая лучшая Время шесть утра Мы выдвигаемся из лагеря У нас сегодня четыре часа спуска Туман сильный Кратера не видно будет Вот видите Ничего не видно Поэтому Кратер сегодня не постели Снимаю Идем вниз Продолжаем спуск Группа растянулась Дорога уже стала обычной тропой Лагерь уже очень рядом Это пара километров Мы пришли Так закончился наш двухдневный трек На Нирагонго И вот он выход уже из парка Верунга С национального парка Спустились с вулкана Сейчас посмотрим Что с нашей машиной Надеюсь Все на месте Колеса целые Стекла целы Здесь уже портеры Что-то накидали Стекла целы И стоит Дай Вау 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 В рюкзаке Отлично Нормально После того как Да Все очень хорошо Супер Супер Приехали друзья из России Окружаются Сегодня наш знакомый Тоже ходит на Нирагонго Стал изъезженным маршрутом Вот они приехали Сейчас вся толпа пойдет Русских Нирагонго Дай пеку Дай пеку Дай пеку Идем в магазин Вон тот Балакси Коми Голубые каски Везде ездят эти Каждая вторая машина ООНовская Можете посмотреть У них на всех написано ООН 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 За городом Каждая первая Наверное машина Вот такой вот город Гома Второй по величине Город в Конго После Киншаса Вот это самый центр Даунтаун У нас еще только что были В офисе парка Верунга Заплатили за Трекинг горилл На завтра Вот и завтра Поедем в 6 утра К гориллам Вот такие вот Тачки Ну все тачки эти Видите Они либо какие-то Организации Все белые Патроны Либо крузаки Ну что Еще одно приключение В Конго Купили колесо Сейчас чиним Вот такая вот Вот такой вот Пусок металла Какой-то Сейчас пытаемся его достать И запилим новое колесо Никак не хочет Не справились с колесом Повезли его в соседний сервис Там у них сейчас все сделают Там минимум работать специалисты получше Это странно Второе колесо за 3 дня А до этого полгода без единого прокола было Интересно После долгого изнурительного подъема и спуска с Нирагонга Заселились в отельчик Кейп Киву На самом берегу озера Киву Вот такая вот красотища Кому интересно посмотрите где находится это озеро Озеро Киву называется Вот здесь вот уже Руанда Городок Гиссиней А вот наш отельчик Вот его один корпус Еще один корпус Вот здесь кухня Вот мне принесли пиццу Сейчас поем Спать Завтра будем двигаться к гориллам горным Редактор субтитров А.Семкин